Сейчас тоже появилось предложение польского правительства, чтобы заинвестировать, вложить 2 миллиарда долларов в инфраструктуру, чтобы создать условия для американских солдат. Мы хотим еще больше американских солдат, панцерную танковую дивизию. Как вы к этому относитесь? Ну, знаете, американцы точно не хотят захватить Польшу, а россияне всегда хотят и считают, что это как-то по недоразумению. Ну, Украина точно под недоразумением, а вообще-то Польша всегда бы тоже была в России, поэтому вот так они считают. И поляки говорят на каком-то странном языке, но в принципе они должны говорить по-русски. Поэтому мне кажется, что всегда очень важно себя защитить. Это все, знаете, сейчас у меня было встреча с голландскими парламентариями, и у нас возник спор. Ну, молодежь парламентария говорит, мы не можем заниматься сейчас вооружением, это спираль, это никогда не закончится. Да, мы купим, а не купят, мы купим, а не купят. Я говорю, так, ребята, альтернатива какая? Может, просто сдадитесь тогда, сдадитесь. Альтернатива, тогда вы ничего не купите. Через некоторое время они придут, говорят, у нас только оружие уже, может, вы сдадитесь? А вы скажете, да, мы сдадимся. Вот и вся история. Поэтому эта логика, это логика лузеров, это логика людей, которые сразу хотят сдаться. Вот и вся история.